МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Чебоксарских дворах ремонтируют проезды. Ставка на единый бренд. Сегодня в Доме правительства обсуждали стратегию развития крестьянских хозяйств и потребительских кооперативов. Съезд фермеров республики провели впервые. В повестку дня вынесли актуальные темы. Подробности в следующем материале. Спрос на экопродукты растет с каждым годом. Хозяйствам в республике удается наладить поставки и в крупные города. Немалую прибыль от продаж получают производители молока, мяса, овощей и даже чеснока. Сколько урожайностей получает? Мы где-то 7, от 7 до 10 получаем, да, без полива. Большинство фермеров увеличивают посевы и получают солидный урожай. Но чтобы реализовать продукцию по хорошей цене, необходимо строить склады для хранения. На следующий год мы планируем построить ангар для хранения картофеля. Возможно, начнем выращивать свеклу, морковь. Также мы планируем построить зернохранилище, чтобы не отдавать зерно очень дешево. На другой уровень сейчас поднимаются и сельхозкооперативы. Только под брендом «Деревенский дворик» свою продукцию реализуют более 20 производителей. Кооператив создан для чего? Для того, чтобы, получается, первое, наши фермеры Чувашской республики могли реализовывать свою продукцию. Второе направление – это то, что натуральные, качественные местные товары напрямую без дистрибьюторов, без всяких посредников попадают на полки наших магазинов. В перспективе, возможно, планы есть у нас и пойти по республике уже. В один бренд кооперируются и пчеловоды. Мед – натуральный продукт, пользуется спросом среди населения. Если погода позволит, это выгодно. Все, мы зависимы от природы. Роль таких хозяйств в развитии экономики Чуваши высока. Фермеры производят порядка 60% сельхозпродукции. В правительстве республики приводят веские аргументы к дальнейшей кооперации. Под единым брендом станет проще конкурировать на рынке. Но прежде необходимо решить другие вопросы. В регионе на учете находятся далеко не все хозяйства. В Чувашской республике сегодня 240 организаций, 2552 фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Из них всего 585 фермеров отчитываются к нам у нас. Остальные – это фермеры, которые нигде не отчитываются ни к нам, ни в статистику. Скорее всего, и в налоговые налоги не платят. Мы с сегодняшнего дня с вами договоримся, берем эти списки и начинаем работать с каждым из них. На повестке и вопросы господдержки. Михаил Игнатьев отметил, что для агрария в республике создают благоприятные условия. Производство сельхозпродукции выросло и по количественному объему производства, и по качественному объему производства. Те земледельцы, сельхозтоваропроизводители, которые применяют современную технологию, современную технику, они даже в этих природно-климатических условиях, в зоне рискованного земледелия, получают уружай зерновых, если возьмем, до 60 центов уже доходит. За вклад в развитие отрасли руководителям хозяйств вручили почетные грамоты, благодарности и памятные часы. Дмитрий Ковалев, Бахтияр Вилеев, Республика. В Чебоксарах новый асфальт укладывают не только на центральных магистралях, но и во дворах. В столице действует муниципальная программа развития транспортной системы. В этом году ремонтируют дороги по 65 адресам. За ходом работ проследила наша съемочная группа. Здесь всегда были ямы, лужи стояли, было очень тяжело добираться до работы, в школу с детьми приходилось перепрыгивать, особенно в дождливую погоду. Бороться за звание лучшего прыгуна жителям 68-го дома по проспекту трактора строителей больше не придется. Дорожная техника пришла в их двор две недели назад. Ровный асфальт на дороге и тротуарах – мечта водителей и пешеходов. Подречик также устанавливает новые бортовые камни. За ходом работ следит стройконтроль. На АБЗ ездили? Ездили. На АБЗ съездили, посмотрели щебель. Материалы отобрали, да, материалы визуально. Я-то думал здесь отобрали, там отобрали. Нет, там отобрали. А битум смотрели? Битум отбирали. Во дворе 16-го дома по улице Красина к работам приступили несколько дней назад. Подрядчик заменил бортовые камни, уложил щебенку на тротуары и начал подготовку дороги к укладке. Но у жителей уже появились замечания. А вот асфальт во дворе дома 6-1 по проспекту Ивана Яковлева. Строгую проверку жителей и строго контроля прошел. Подрядчик закончил ремонт, осталось убрать строительный мусор. Но новая дорога закончилась вместе с домом. Проезд между домами так и остался в ямах и трещинах. А сейчас за счет экономии получится? Получится. Ну давай тогда вот этот дворку вытромодируем. Такая ситуация складывается из-за недостатка финансирования программы. На ремонт дворовых территорий в этом году выделили 37 миллионов рублей. Для того, чтобы закрыть проблему, нужно 200 миллионов. То есть, по сути, в 5 раз больше. Мы просили Министерство транспорта на следующий год увеличить объем финансирования из дорожного фонда. Именно на ремонт дворовых территорий и на ремонт тротуаров. Тоже тема выходит на первый план. Будем совместно с Министерством решать. Надеемся, что в 550-летию, ко дню рождения города, объем средств на ремонт дворовых территорий и тротуаров увеличен. Ну а пока новый асфальт кладут в 65-ти столичных дворах. Работы должны завершить до 10 сентября. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Бахтияр Вилеев, Республика. Изменения пенсионного возраста – самая обсуждаемая нынче тема. Возникает огромное количество вопросов. И один из главных связан с трудоустройством. Вице-президент общественной организации «Опора России», предприниматель со стажем Марина Блудян утверждает, сегодня работодатели нуждаются именно во взрослых сотрудниках с опытом работы и высокими компетенциями. Есть и другие варианты трудоустройства. Если произошел крутой поворот, компания разорилась, компания ликвидировалась, слилась, пришло, ну всякие бывают, политика изменилась, все в жизни бывает. И наступил крутой поворот. Он может случиться с людьми всякого возраста. Но если молодой человек, он свою стратегию знает, то вопрос, что делать человеку взрослому. Тем более, что этот взрослый человек, например, не ищет работу вахтера, или пламойки, или там еще каких-то вот, то самое. Он себе знает цену. И эту цену он не всегда может найти на рынке труда. Что ему делать? Я глубоко уверена, уверена и на практике это знаю, что этих людей берет в себя бизнес. Эти люди могут открыть собственные предприятия. И для этого сегодня есть все возможности и основания. Обязать молодоженов заключать брачный контракт с таким предложением в Государственную Думу страны обратились депутаты Ленинградской области. Ольга Пырочкина выяснила, что думают по этому поводу жители нашей республики. На сколько килограммов в год может полнеть жена? Или сколько раз в год муж обязан дарить жене цветы? Это пункты из реальных брачных договоров. В Европе этот вид документа достаточно популярен. Так во Франции под венец через нотариусы идут примерно 15% пар. Этим же путем депутаты ЗАГС собрания Ленинградской области хотят отправить и россиян. Они обратились в Госдуму с предложением обязать молодых заключать брачные контракты. По словам автора инициативы Владимира Петрова, данная мера позволит снизить нагрузку на суды, а также предотвратит нарушение прав несовершеннолетних. Необходимо еще на берегу договориться, что будет в случае развода с недвижимостью и сбережениями, что будет в случае измены. И самое главное, останутся дети с одним из родителей или будут по очереди проживать то с мамой, то с папой. Услуги по заключению брачного контракта Петров предлагает предоставлять бесплатно в районных отделениях ЗАГСов. Однако наш опрос показал, ни молодым, ни старшему поколению предложение не пришлось по душе, за редким исключением. Я против. Зачем? Ну зачем? Это лишний раз ты подвергаешь сомнению свою вторую половинку. Все пополам всегда. Я к этому отношусь отрицательным. Почему? Потому что любовь должна быть. И доверие. Так, а вы? Крайне отрицательное. Почему? Ну старое воспитание, привыкли, что если вместе живем, все поровну должно быть. За брачный. Только за брачный. Я всегда считаю, что деньги не главное в жизни. Поэтому я бы заключать не стала. Как в свое время, так и сейчас. Ни в коем случае. Мы и так хорошо жили. Если бы, например, у вас была, да, например, шикарная машина и огромная квартира до свадьбы, вы бы заключили брачный контракт? Я думаю, нет. Я абсолютно доверяю своему любимому человеку. Так, значит, вы не думаете, что что-то может произойти там, да, между вами, поссоритесь, разведетесь и лишитесь половины имущества? Не хочу об этом думать. Чтобы об этом никогда не пришлось думать. Это мы желаем всем молодоженам. Тем более, что пока готовился материал, стало известно. Госдума России предложение отклонила. Ольга Пырычкина, Игорь Зверев, Республика. Помогать, познавать, рассказывать, дружить. В Чебоксары сегодня прибыли участники проекта межнационального согласия «Маяки дружбы. Россия сближает-2018». В этом году в нем участвуют 120 волонтеров из регионов Поволжья, Москвы, Кавказа. Волонтеры чистят реки, их берега, восстанавливают исторические памятники, путешествуют, знакомятся с традициями и культурой разных народов России. С «Маяками дружбы» пообщался мой коллега Рифат Фаткулин. Россия сближает написанные на футболках волонтеров. И это не просто слова. Примеры на каждом шагу. Молодежный проект состоит из трех этапов. В первой смене добровольцы остановились в одном из самых живописных мест Кавказа, в Южной Осетии. Ребята узнавали традиции и обычаи древнего народа. Даже помогали в восстановлении памятников архитектуры. Мы жили в Занкарском заповеднике. И там существует так называемый, ну на Кавказе везде есть у всех именные башни, строения, за которые кто-то отвечает. И мы там, была церковь Просвятой Богородицы, мы на ней производили работы. То есть помогали местному населению. Они надеются, что со временем они ее починят, отреставрируют. Ну и конечно туристы будут ездить, наши места очень красивые. Проект «Маяки дружбы» проводится третий год. Он набирает обороты, расширяет географию. Молодежь, участники проекта каждый день рассказывают о своих впечатлениях в блогах, социальных сетях, сайтах. Информация расходится по всему миру. Наш маленький девиз – это труд в обмен на просвещение. Мы ездим по разным регионам России, трудимся, волонтерская работа, экологические акции какие-то, помощь в восстановлении культурных памятников. А в обмен люди рассказывают нам про традиции своего региона, рассказывают нам, как жили их предки, как живут они. Показывают местные танцы национальные, пробуем кухню. В столице Чувашии добровольцы проведут экологическую акцию на Волге. Это второй этап проекта. Завершит экспедицию «Фестиваль Россия сближает», который пройдет в Казани 17-18 августа. Рифат Фадкулин, Борис Андреев, Республика. 11 августа Россия отмечает День физкультурника. Этот праздник могут считать своим как минимум 40% жителей Чувашии, которые занимаются спортом на постоянной основе. Все большую популярность приобретают физические тренировки у людей зрелого возраста. В Чебоксарском центре комплексного обслуживания населения по случаю Дня физкультурника прошел фестиваль. Здоровье в порядке, спасибо зарядке. В этой старой пионерской речевке кроется целая концепция. Даже легкая физическая нагрузка приносит хорошие результаты. Что уж говорить о регулярных занятиях каким-либо видом спорта. Сегодня их существует великое множество для каждого возраста и пола. Есть и просто общая физическая подготовка, которая помогает держаться в форме. Галина Демидова, например, уже шестой год ходит в спортивную секцию Центра комплексного обслуживания населения. Конечно, первые дни тяжеловато было, но думаю, я все равно не отступлю. Все равно буду ходить, все равно научусь это гимнастике делать. Так и получилось. Вот по сегодняшний день хожу, каждый день, это почти, каждый день хожу. Если один день не приду, мне тут уже душа горит, надо туда идти быстрее. Фестиваль спорта – часть большого проекта «Активное долголетие». Физкультурно-оздоровительные мероприятия в центре посещают не менее ста человек. Это и дыхательная гимнастика, и простая гимнастика, и скандинавская ходьба. Сегодня практически все адепты здорового образа жизни собрались, чтобы продемонстрировать свои достижения. Это мероприятие, прежде всего, направлено на поддержку активности наших пожилых, увеличение продолжительности жизни наших пожилых. То есть они сегодня покажут, как нужно младшему поколению, детям, что с малых лет нужно заниматься спортом, чтобы поддержать. И, конечно, в таком возрасте, 70-летнем, 80-летнем возрасте, как нужно всегда остаться подтянутыми, активными. Будущие первоклассники, которыми показывали примеры взрослые физкультурники, не отставали. Потребность физической активности в этом возрасте огромная. Главное – приучить ребенка к систематическим занятиям, чтобы они стали нормой. Этим социальные работники и займутся в ближайшее время. Для малышей в Центре комплексного обслуживания населения открылась трехнедельная смена. И в завершении выпуска о погоде. Синоптики обещают жителям республики теплые выходные. По данным сайта «Погода-21», в ближайшие два дня Чуваши окажутся под защитой антициклона, который вновь установит солнечную и жаркую погоду. В субботу температура воздуха днем поднимется до плюс 30, в воскресенье – до плюс 25. Кроме по-настоящему летней погоды, жителей ждет и два любопытных астрономических явления. Так в субботу можно будет увидеть частичное солнечное затмение. Максимальная фаза она достигнет в 13 часов 23 минуты. А в ночь на воскресенье можно будет наблюдать звездопад Персиды. Не упустите свой шанс загадать желания. Хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Александрова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...